Миши Ахмыстову было 15 лет, когда это случилось. Он только окончил 9 классов в деревне Большая Сергеевка Тамалинского района Пензенской области и наслаждался летними каникулами. Был обычный жаркий, ничем не отличающийся от других, летний день. После обеда Миша решил доехать до водоема, чтобы искупаться. И тут началась эта невероятная история. На берегу в тот день почему-то никого не было, только двое мальчишек лет 11 играли. Они были так увлечены, что не обратили никакого внимания на пришедшего парня. От берега к воде построены мостки, вроде трамплина. С них Миша нырнул, глубина тогда там была приличная, я с ручками уходил. Начал рассказ Михаила Ахмыстов, когда нырнул, на дне задел рукой что-то холодное и скользкое. Я подумал, что это пакет с мусором. У нас есть любители покидать хлам в реку. Я решил, что нужно его вытащить, вдруг там стекло, чтобы никто не поранился. Нырнул второй раз, схватил, а это не мешок, а человеческое тело. Инстинктивно парень стал вытаскивать девушку из воды. Вынести ее оказалось не так просто, берег в том месте высокий и крутой. Кое-как Мише это удалось. В утонувшей он узнал свою 16-летнюю подругу Любу, которая училась на класс старше, честно, я, когда выплывал, думал, что вытаскиваю труп. Она была синяя, холодная, вся в тине, но живая. Я перепугался ужасно. Рядом нет никого, помощи ждать не от кого, стоять и думать времени не было. Я перевернул ее на бок, чтобы вылилась вода. Я четко знал, что искусственное дыхание в таких случаях делать категорически нельзя, вода наоборот уйдет дальше в дыхательные пути. Я стал делать непрямой массаж сердца, вспоминает Михаил. Он оказался в нужном месте и в нужное время. Знания с урока ФБЖ применились на практике. Умелые реанимационные действия, которые выполнял Миша, помогли, девушка задышала. Одного из мальчишек парень незамедлительно отправил в деревню, сказал ему, беги в первый попавшийся дом и вызывай скорую. Он так и сделал и сообразил забежать к фельдшеру. Каждая минута была тогда на счету. Я очень переживал и напряженно ждал, когда они вернутся. Примчались односельчане, фельдшер, а потом и «скорая» приехала. Любу увезли в больницу, рассказывает Михаил. Объяснять родителям ничего не пришлось, новость по селу разлетелась в считанные секунды. Когда Миша вернулся домой, все уже знали, что произошло. Родители долго не могли поверить в произошедшее и очень гордились поступком сына. Люба в больнице пять дней пролежала без сознания, а потом пришла в себя и пошла на поправку. Родители девушки долго обнимали, целовали и благодарили Мишу за то, что он спас их дочку. Миша потом выяснил у девушки, как она оказалась в воде, Люба сидела на мостках, ей резко стало плохо. Мальчишки, которые играли на берегу, видели, что она была там. Сидит и сидит, им какое дело. Когда она исчезла, не придали этому значения. Подумали, что не заметили, как она ушла в деревню, объясняет Михаил. С того страшного и одновременно счастливого дня прошло пять лет. Миша уже окончил пензенский железнодорожный техникум, а в этом году вернулся из армии. Службу проходил в мотострелковых войсках. Людей больше спасать не приходилось, а эту историю вспоминает уже реже. Спасенная Люба сейчас замужем, живет в Бессоновке Пензенской области, воспитывает двоих детей. Об этом я узнал от нее самой. Мне удалось с ней пообщаться в интернете через социальную сеть, ВКонтакте, сейчас у меня все хорошо. Если бы не Миша, то вряд ли все так было бы. Он подарил мне вторую жизнь. Моя родня была в ужасе от того, что случилось. Родители потом долго меня на речку не отпускали, очень боялись. Если честно, мне и сейчас страшно купаться, хоть и прошло столько времени. Только ноги мочу, дальше в воду не захожу, рассказывает Люба. Девушка также рассказала, что в деревне они с Мишей жили недалеко друг от друга, дружат со школы и по сей день поддерживают хорошие отношения. Всем участникам этой истории страшно думать, что тогда жизнь Любы могла оборваться. Миша поступил как настоящий герой, не растерялся, не запаниковал, а принял адекватное решение. За рассудительность, проявленное мужество и отвагу, президент подписал указ о награждении парня государственной наградой, медалью, за спасение погибавших. Церемония проходила в президентском зале Нижегородской ярмарки. Награды вручал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, награждали 8 июня 2012 года. «Я тогда учился на втором курсе. Мы поехали на церемонию вместе с преподавателем из нашего техникума», — вспоминает Миша. В день возвращения из Нижнего Новгорода, друзья и однокурсники пришли его встретить и поздравить с почетной наградой. Но Миша героем себя он не чувствует, уверен, что оказывать первую помощь должен уметь каждый, надо же помогать людям. «Я помог и все», — скромно добавляет Миша.